Девушки отдыхают 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 за счет пуша и фарма крипов много денег забей все давай аналитику не гг на самом деле то есть у них вся надежда то что денег всех сломает и они пытаются под это дело все подстроить из бэн который будет там анфибом контролить противника держать их в дизайблах и кир который будет сколько-то врагов центрально держать то есть она угрыбаешься вишкоги противник хочет он или не хочет а где-то рядом с этими когами будет тусить и тени если будет бить герой который будет в когах зачастую будет попадать по всем этим героем и его это наверное вполне устраивает но это опять же палка двух концах потому что gvd куда-то палку поставил за когов пройти не можешь он тусика добрали который может шар засесть и покатиться кстати тоже неплохо контрит тени виспая всем этим так что на реализацию посмотрим но пока вот веры в их пик нет как только банка появилась да можно брать таких хороших тимфайтовых героев они берут бэн как вверх то есть на двух героях 200 урона но это это не то что тебе надо при взятом тени виспе на самом деле мне очень нравилось здесь лиджин команды им бы да взять но четыре клевера очень грамотно закон в смысле убрали и потому что она очень хорошо смотрится против блистал бека и меда и лс и лс ставит его лицом это главное второе соответственно дополняет контроль контроля и магического дамеджа под пика найпи и shadow find появляется как раз таки со своим магическим физическим дамеджем мне кажется что вы здесь будет очень сложно реализовываться таким крича даже если его отправят в изи приходящий конь тусик убивает ящика по убивает слишком и мобильные герои его на под сейф того же доза сейчас нету а больно явно здесь не будет хватать сяну висп его может быть там будет подцеливать отхиливать отправляться посмотрим то есть проверка нету но все может быть фишки вера нету но на самом деле перепеки жесткие тотальные и будет очень тяжело наверно на и пешком здесь сражаться кроме этого я знаю клокверка и на сенс фамо он либо очень крут либо вообще просто дно и ничего не понятно что он творит но 4 клевера 4 пока что обладают реально легким пиком у них такой бей-беги формат в котором думать особо не нужно будет в котором реализация зависит от микроскилла каждого игрока но не от каких-то макро супер задумок позиционок и всего остального и по сути им будет прощаться очень много чего хотя опять же да если найпи в какой-то момент смогут реализовать то что виспати не формят очень быстро и тени сможет допустим выйти в первые надворсы там случайно кого-то загонгав ну или не случайно имею да где-то кто-то на числе 4 клеверов нафидонит и виспати не получит себе преимущество они дальше могут не отпустить это преимущество потому что виспати не это сноуболище тема очень-очень жестко секси бамбу берет последнюю себе бестмастера ну и сейчас мы разберемся кто с кем будет играть но перед этим я скажу спасибо большое g2a которая сделала возможным этот чемпионат это международная цифровая торговая площадка где вы можете продавать и покупать товары со всего мира да реклама пробылась и сюда дорогие друзья но сами понимаете это люди которые создали возможность до данного чемпионата это означает то что люди тут играют не просто так как за денежки и у меня опять повисло да у меня все норм замечу что там в правилах прямо написано что на первую карту вот вы тот должны искать на 2 тот на 3 100 следовательно поскольку и матч может быть гипотетически в две игры то третьи ребята мало видимо проплатили что их туда поставили то есть они с вероятностью там где-то 50% получают меньше рекламы за те же деньги не факт сказать что за те же ну и за те же но не суть важна это не наши дела это дела совершенно других людей мы с вами что они достаточно хитро поступают но людям об этом все равно знать не стоит любом случае без мастера отправился на свои зеленье еще не раз они что-то мутит на с остановкой линии и видимо будет хардовая трипла с бристалбеком вот так вот против тени видимо виспа и допустим байна не знаю то есть с одной стороны все привыкли к тому что будет стоять тени висп в виду а в этой видимо все же у нас тени висп будет стоять на боте на самом деле очень часто последнее время мы наблюдали вот от натайло на примере команды то есть их monkey бизнес они почти всегда даже не почти всегда буквально во всех картах стоят на сейф линии а они на миде отправляют мидал какого-нибудь там amber spirit а допустим или сэфа с которыми тоже часто играют или мир около там на своем инвокере сегодня он играл а потом еще до этого был в арка в общем все все на чем там он катает а катает она очень много чем у нас эти даже вылетел хост игры серьезно серьезно все четыре клевера давайте засаним их состав в игре будет саппорт на вич-докторе сакса на тусике свифт на бристалбеке будет фармить пайкат на миде будет стоять на queen of pain и секси бомбо на харде на бисмастере если вы думали то что обристалбек сейчас на харду пойдет то не тут то было у нас фармящий бристалл самый любимый мой фармящий бристалл это сайланд который собирает тупо дэмэдж и долбит людей очень-очень жестко с одной там тычки снося половину лица с саппортом и мне такой бристалбек всегда был по душе сейчас посмотрим какой здесь будет какого формата что он будет себе собирать вариантов чрезвычайно много против виспотини что касается саппти и кстати просекли фишку просековым стоять на вардах да и поэтому отправляются в топ эра будет исполнять у нас теника на этом персонажа съел уже не одну собаку ханскин то же самое на виспе очень очень опытный парниш хотя конечно все еще на мой взгляд f1 тоже самое на виспе смотрится посимпатичнее на тэйл тот же самый но ханскин тоже очень крут я на сэнспам тем временем с кокверком сейчас вот стоит даже не на боте он стоит а просто стоял на миде что-то подумывал о себе покурил не знаю что то еще делал я не в курсе сил кит играет на бейни лимб на миде на сэфи а вот как сейчас все-таки придет на ботом потерял какое-то время потерял экспириенс не очень понятно что он делал на миде свапался и вот видишь ребят снизу оставили бресталбек в соло ему там в целом норм против крипов от воевать и у них ради из-за этого развязаны руки приходят просто гэм в миду и начинает харасти сэфа и в итоге ты берешь бейна чтобы он помогал тебе получать фарм скрипочков забирать их начать начали душ сколько-то набить и в итоге то противник мешает тебе больше сэфчика так это у меня бак или что так он никак у него 40 хрипстатс но одна душа отображается да у меня тоже одна душа и плюс 2 урона то есть как он это сделал не по не совсем понятно может быть это реально баку не может быть кайлы брал на самом деле на первом уровне разве что я и я не уверен примерно тоже наверное не посмотреть прямо из игры не то не важно и ггм сейчас огнем играет в любом случае потому что не очень много здоровья то и как его прямо сейчас сывануть не сможет и вот ежели бы был сон подходит и сэфчик дает пару кайлов и вы выигрываете эту линию да видимо кайлы на первом уровне брал поэтому у него столько денег есть а не хотели поднать мерки по раскалить судя по всему тем временем у нас на топе прошу прощения что они или этому вниманию потому что никто явно не ожидала то что ера пойдет доминировать на топе в общем то выбили они филсблат я так понимаю своего оппонента или нет то есть с началом союзе сделала бомбу а какого-то ручки киева добьют и при этом подарок смотри получилось больше о не по унипов если брать церковь и как но подрекапки очень живым способом учитывал что он не учитывая 200 галда сверху рискок на счастье сдают из вам волосы не будет рассказ татуя ра то вызывает кабанов фону и эгэм приходит на помощь и дает каски в ответ ханске вместе с эрой вот эти конечно каски очень неприятная вещь против виспатине сейчас для виспатине но если вам больше салву сбили при помощи тоса но это на это потребовалось очень большой маунт маны теперь и виспу надо пойти контролить руну она появится уже появился уже за контроль не задалось он видит это дело и поэтому идет сейчас просто на базу потому что висп без ботла это такое не очень простой да я на самом деле пытается реализовать допустим до штучки не хватает монет на касты пытаться себя гибеть пытается выйти на пайката но счет как-то не очень вообще получается пайкат здесь хорошо мансует горцует понимает то что все будет в порядке но за линию особо переходить не стоит при этом бы еще что сид на миде получается что на топе не нужен и не помогая точнее хотя был бы нужен потому что именно его не хватало всего лишь там брейнсапа для того чтобы убить бестмастер второй раз подряд инстинсфам тем временем тоже тут терпит от бресталбека хотя на самом деле линия спушилась вот он получил экспириенс и один ласт хит зацените очень жесткая тема но у него уже 3,5 левел и в принципе реализация как вы знаете клокверка она не в том чтобы фармить она в том чтобы ходить гангать с хукшота но если у него не получится а не получится у него может в больших объемах то в принципе будет потом сложно каким-либо образом выходить из кризиса экономического ханским тем временем встречается с эгэмом на топовой руне сил кит 56 секунд остается найтмейр на пайката и будет ханскин контроле здесь руну пытаться и да и гэма заберут покинет покинет этот мир зато влетает на ханскин у нас акса со сноубола вместе с шардами конечно прошу пока нет может залить маной тиммейту этого выхода на сон и тогда они могут убить но видишь как-то не доиграли что ли то с него full bottle ты можешь делиться им с вами время мне это уже маны емин смысла на хватало бэйна на нет мэр то есть он уже потом не ну то есть вот уже когда хватало уже было поздно сэкси бомбо получается сэкси бомбо тут даже тосик в лицо секси бомбо приходит еще и ханскин ну и тут уже будет очень легко что-то загулял у нас бисмастер увидел что отвлеклись у нас ханскин вместе сил кином соответственно ему может быть ничего не угрожает проблем в том что он стоит против персонажа со станом с первого левла и соответственно шансов на то что рано или поздно тебя придут и загонгают очень-очень много а у того расставить вот в таких вот вариантах конечно не имеет никакого смысла тем временем свист имеет фри фарм 29 лас хитов у него топовый лас хит на карте давай посмотрим по над ворсом и по над ворсом у него тоже все замечательно сейчас смотри на лимпа на секунду буквально оп и он сильно обгоняет заберет разочек стукнет по ним и будет совсем уже силен до сегодня уже 100 голды перевесы что он проигрывал сколько-то 200 на 300 будет перегонять из душ набил ему это вообще наверно в радость эти ставки фармить тем временем 824 галды 94 карьеры получили загонки не виспая вот виспая с вами наблюдал теника там тоже отдельно убили и мы видим то что не пытая топ-линию так себе отыгрывают да я секси бамбо погиб два раза но сейчас вот потребовалось всего два саппорта чтобы пришли помогли бисмастер уничтожить и теперь и рассказал хватит это терпеть я пошел на ботом фармить брестлбэк в принципе стоит стоит здесь будет более-менее спокойно у него уже имеются птшки хотя если добавить какого-то бэйна допустим то можно будет сделать что-либо грязное шадов финн тем временем на седьмым левелом с батлой фуловый кушает саксу сакса пытается уйти при помощи сноубола получится ли у него не очень понятно почему и сэп стоял этот момент падение на брестлбэк пойдет и вот забирают но за это будет как вверх сейчас но еще и тусика забрали да клокверк погибнет но и в общем-то размен два в один при этом но в разных местах конечно не не очень понимаю почему на боте нашли тусика который почему-то захотел что пойти контролить без вижена на ботами руна не видя где находится ссф и совершенно адекватно предполагая что он там должен был находиться но в любом случае тем временем пайкат у нас все время фармил получил дэшку на топе и сейчас возможно что то будет реализовывать хотя биткура еще пока что мертва и уничтожили на миде две минуты назад и пайкат ждет ждет когда же это кура появится и он сможет вместе ся ботинок это много спокойнее стоит на этой линии и лимп приносит все птшка так понимаю нет да птшку ботал за ричард жилу надо больше в потому что понимаешь попасть на шестой и вот надо быть здоровяком чтобы не умереть за ее рассказ и вот он честная и куда ты перерубит в позиции сидя смотри кстати вот какой замечательный хавк да отлично много чего видят будет иметь со всем этим порядка там девятьсот тысячи хп и понятное дело что в соло копа его быстро не заберет в таком случае это такой вариант с и севого эсэпчика смотри перемещение от эгэм очень нагло заиграет очень нагло чуть не платится за это ты просто что-либо пришел айка просто на вражеской граунд получил . поэл . и если бы не успел блинкаут сделать то получил второй койл и может быть бы отъехал . пайкат тем временем вышел на сейф своего тиммейта тот погиб уже правда секси бамбова на 26 секунд просто верно но пайкат разменял на бэйна но правда не увидел здесь клака хотя с ним тоже скорее всего ничего бы не сделал тем временем мы видели то что эгэм сделал тп на ботом со свифтом они попытаются решить эру из ханскина фарма что в общем то более чем правильное решение потому что тенику отдавать лишним вообще нельзя никогда в этом мире свифт просто ему плевать на все эти тозы третьего левла и мы на валенч плевать ему он слишком жирный и у него уже восьмой левел поэтому третья спина и четвертая иглы тем временем ханскин у нас пытался здесь законтролить руну но понял что он умрет скорее нежели за контроль труну поэтому проще сделать и паут очень посылу играет ханскин и правильно делает шару фидонить не стоит конечно тем временем 4300 у лимпа очень грамотно фармит сф здесь все что у него есть использует как говорит артизи я может быть и не самый сильный кири но я лучше всех использую карту и что касается лимпа он сейчас показывает действительно хорошие выдающиеся результаты по этому поводу у него всего лишь 0 фрагов 0 смертей один ассист но при этом 4400 это топовый он отворд на карту и он продолжает делать стаки продолжает формить линию продолжает формить себе вот эти два стака в лесу и выходит в мекку для команды что позволит им идти и забирать твера мидуа ну и главное что он позволит теника хоть как-то реабилитировать потому что пока что у него большие проблемы он сталкивается с пайкатом вместе с саксой и пайкат в этом противоборстве выигрывает потому что очень большое количество дэмэджа здесь конечно же имеется у queen of pain вместе с соник вейвом они внесли хотя кстати мы видим что сф то больше внес но он внес по двоим кайлами поэтому в общем-то разделили здесь дэмэдж 563 голда и 4 кавера получили за ганг мида проблема лишь в том что мы с тобой наблюдали ту же самую картину с фармом лимпа в предыдущей карте где он у него попы был топовый нетворс и он совершенно спокойно там должен был его реализовывать но в конце концов мы видели чем это все закончилось у него был юл и к сожалению он не так грамотно мог его использовать в течение ранних ганков и файтов ну что ж эра тем временем с хански нам практически получили вот что мы леву эра уже шестой у хански на скоро будет шестой вполне возможно что мы увидим какой-то релокейт на то же самый топ где у нас экси бамбо соло стоит и поэтому он крайне гангабелен для слоя сегодня подходит уже все в смоке нападают на эру с ханскином ну вот бы сейчас брелокейт конечно пригодился посмотри сколько у виспа не хватает там буквально пару хрифов ну и а не помогает авалайч делать тупо от висп все таки свою жизнь он здесь не отдаст но уйти нереальные проблемы с фармом эра не привык так вот фармить на 10 минуте на 10 минуте иметь 3000 голды это конечно очень-очень печально тем временем пайкат вместе с бристолбеком догоняют эсэфа постепенно хотя тот конечно пытается все еще от них оторваться и дофармить быстренько себе мекку уже только потом начинать двигаться по линиям потому что папа то уже полностью ушла со своей линии начинают действовать на ботина топе тоже скорее всего она зайдет и вполне возможно сейчас еще и найдут лимпа в лесу у которого если вижу маргарина ниланды вот ставится еще ооо заблочили грязные грязные парни можно было это сделать давным давно вообще но сейчас узнает судя по тому что он отводил еще и вижен поставил грязно очень грязно на самом деле пока все это дело бегал формил висп формил в миду взял себе 6 левел наконец у него есть релокит и теперь он может поцеливать какого-то одного из своих тиммейтов главное своему не умереть от вражеского а у е потому что действительно много то есть и баночка и килл спрея пары и шарды им лим получает праймл ро первые в этой игре ханскин попробуйте все-таки засейвить при помощи отхила пайкант выдает весь свой рассказ ссс все-таки погибает и нас с вам летает в центр сражения при помощи хукшота ставит хорошие хоги гм все-таки погибнет тем ремиум рассказ ты от теника выдает очень много дэмэджа но при этом все все еще живы ханскин делает тэпа аут при помощи релокейта но проблем лишь том что да вернется на миссисер и попробуют они все таки забрать и судя по всему 4 клевера реально хотят не знаю не знаю сил киду говорят парень ну дай ты найтмэр на хоть на кого-нибудь но мы видим то что он не способен этого сделать но и финс грипп у него тоже нет шестого ловла не имеется у бэйна команды нип и 769 голды 4 клевера за это тимфайт получает разменяв мидера и хардейнера всего лишь на одного своего сам но если бы меня к было и сэвчика он бы не умер вообще никогда то есть ты видел как его висп захиливает при помощи только лишь одних бот ластику урн и как же он будет захиливаться если получит двойную меку в подарок только представь и сейчас они висели много потратить то есть потратили почти все что было у бестмастера тускара квапы в этом побегал побил к спрей и при этом он раз на 4 или 5 пытался кастановить ульту и каждый раз ему сбивали чем-то еще какого-то одного героя все еще клеверам пока что сносить тяжело из-за виспа не хватает у них мощностей для этого производственных тем временем но снова на стаур кстати и вот такие сразу меку себе нас такими радостями у него причем мека плюс еще 400 голды на руках и пришло время секси бомбо пришло время когда он должен погибать судя по всему но это вы не знаете всех он с птичкой птичкой все видит все же мастер очень вещь еще полезно да конечно многофункционально вообще персонажа очень многофункционально универсальный весь набор по сути своей процент имеет очень и очень много различных хороших сторон да то есть у нас и брестолбек который одновременно и танк и дамагер хороший и который может собирать себе чрезвычайно большое количество этом билдов на все варианты жизни да и вич доктор у которого есть и контроль и большое количество физического дэмэджа который всегда актуален я на сенс фам секси бомбо отличным образом закрыл себя от хукшоток лакверка своим собственным хавком если вам получает праймал в весь рассказ от сакси на его кидают при помощи тоса тем временем пайкат выдает sonic wave на лимпа лимп вместе с ханскеном практически приседает до половины хп свифт продолжает фокусить ханскена но ему не хватает здесь конечно мощность для убийства виспа силки держал финс гриппе своего оппонента но все-таки в конце концов погибает и эра вместе с ханскеном делают тэп аут конце-то концов да вот это вот этот в тимфайта дамы и господа очень долго 4 клевера живут очень долго при том что у них нет такого сумасшедшего отхила как у виспа и мейки на тсфа но им плевать они все равно очень очень толстые очень сильно настроен а там один вечер доктор мне кажется это хилот даже если на первое в то что урон наносить нечем то есть вы говорите герой с 200 урона на двоих релаке юридов но они не очень хороших а вот это мне кажется что это файл надо бросать виспа лютый файл лютый файл не дотянулся гречка правда эгэм все таки погибнет да нашли парня кого убить такие ну ладно хотя все это еще могли просто кинуть виспа тот бы долетел до приставать тизером засловил бы его пласть чего можно было бы спать для гречка туда этого бы хватило урона с учетом того что рядышком будущее как вверх там рядышком был в нашли бы чем добиться сам приставок а но вот они как-то не сладали протратили спел неистый которым можно было надолго врага за и заявить и потом убили всего лишь одна бедного егэма и смотри у нас снова отличные примеры получения информации противники то есть вар здесь вар здесь вар здесь примерное понятие о вот этих вот спотах плюс подходах всех груни и хавк летает по вражескому лесу освечивает то что тебе так где где ты сакса соло решил зайти сюда конечно ему на подкреплены еще выходит три игрока 4 клевера он замедляет эру при помощи волрус панч на ханскен его спасет на самом-то деле это опасно со стороны таска было да у него три секунды теперь вместо четырех на сноуболе но все-таки если бы там рядом имелись оставшиеся игроки на и пени мы могли бы быстро его зафокусить команда стрик клевера осталась бы без контроля от тусика и это было бы возможно большой большой проблемой хотя опять же посмотрим с чем и уже не никогда этого не узнаем и сайф за контролем на топе инвиску с этой инвиской кстати можно что-нибудь здесь грязное сделать обязательно причем опять же у четырех клеверов единственное где нету вишена это чужой защищает собственный лес и плюс топ руна постепенно они выходят по смоками на силки да вместе с янсенс фамом и вот здесь бэйн скорее всего расстанется жизнью прямо сейчас да именно так она есть он очень мертвый и мертвее всех мертвых в этом моменте отдал право найтмер при смерти теннисом позитив который он сделан со спам внутри когом дело тэп аут и у него это удалось под динамизом под смоком что он тут делает что что вот здесь веселит неужели кого-то найдет взрывая смотри стоит вот у нас стоит смотри приходит ультит убивает двоих калит убивая третьего его убивают и он на взрыве добивая пятерых на это наверное рассчитывает что делать ему здесь нечего может прийти в мире может прийти его двигать бот и вот они в итоге как выучить его решила ловить за это на сексе бомбу от релаке это с информацией от лимпа все очень четко сделали сейчас не ты еще становится 1013 доминейтинг статьи уэра неплохой результат мы видим что он вышел на второе место понотворцу он на первом у нас сф находится то есть точки зрения экономики не бы продолжает поднапрягать все проблемы сейчас будут большие у кого ой сэкчек успевает сделать это поле так или контроль не дошел так и сакса не очень удачно вышел сейчас три секунды будет пытаться жить и в принципе выживет самое главное то что сейчас от который отдаст рассказ в виспо и точно здесь погибает да вот эру надо эре надо бежать он кстати вот решение с shadow blade вместо точнее shadow да байда вместо аганима как тебя а но и так плохо дает тебе возможности хальти кого-то спать убивать им она сейчас вроде как бы надо зерой стороны против роста по центре и все это партия 800 на то чтобы прийти и умереть но эти по будущим сэнджой да будет наверняка отчет может быть рейтинг манту какой тоже вы что-то вера лучше ломать это вопрос десятый пока что именно в сосуде с тому же чем он первый спал потратил сейчас когда то силу достаточно хороший игрок в эра вроде как чтобы среагировать ввиду сеть проблемы да 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 лим все это время тут стоял под дэмэджем пайката финс грипп на силки от силки да пока что конечно действия бы и на просто супер обесцениваются тем количеством контроля которые и дэмэджи которые есть у четырех клевер оффиенс и свам хорошо влетел своего оппонента но получает палку в ответ и тут просто окружен своими врагами которые все-таки уничтожит этот размен совершенно не нужно сейчас то есть они могли в принципе продавать совершенно спокойно и сэфа не пытаться его сэйвить думали что обойдется более-менее но мы видим что обошлось 1800 это весь все преимущества которые имели по сути к этой минуте мы видим и найти у них было 2000 и сейчас она все будет стремиться к нулю все преимущества еще плюс тавр и это будет уже перри господи называется по-русски то мне уже постепенно после грамира мозги сохнут короче в конце концов 4 клевер начнут доминацию на этой карте по экономике и уже не пам придется выходить из затруднительного положениям но пока что если все еще у нас первый по нетворсу 8000 его имеется 7 200 у теника и вот теник начинает собирать себя гоним самом деле все еще мне кажется то что агоним проблематично тем что очень отсутствие гонима на ранних минутах проблематичными с точки зрения фарма потому что в тимфайтах они не выигрывают да хорошо гонгать можно более-менее спокойно вот очень сейчас занимается яра начинает реализовывать свой шаду блеск на центре придет и реализует и реализует пополнить вроде вроде обошлось самом деле а по поводу на самом деле драки здесь внизу все еще вы хотела рассказать что типа эры достаточно хороший рок чтобы успеть реагировать на полет снова было вот тускар и а он не глядя просто кастует и в итоге отдается вы тема это не делает фраг вообще-то не нужно делать не доигрывает учрера сегодня очень сильно подводит команду свою подводит в первую очередь сам себя но опять же надежда есть что они еще затерпят сколько-то главное не драться у вас пик на то чтобы не драться с противником то чтобы убивать вышки и делает соло фраги зачем они постоянно лезут эти тимфайт я в не понимаю и в итоге мы все видим что вот по голде уже клевера ведут 2000 и в все это и из-за того что кто-то реши решает драться тем пиком который не должен драться какое разделение дамага скайла да нет никакого разделения дамага скайла я имею ввиду то что просто-напросто показатели совершенно разные то есть у софа было больше дэмэджа на файт рекапе но при этом он никого не убил клопа получила себе на егес в лицо вместе с ракетой но она довольна конечно на егесу еще регионка на боте сформировалась ну и раз своей команды мы видим дамы же просто не хватает для того чтобы донести вышку за то время покуда 4 певера заносила рошана и янсен сфам вынужден тратить свой хукшот для того чтобы делать тп аут вместе с бэйном за ручку летели красавцы эры тем временем у нас в лесу вот это вот реализация shadow blade против бестмастера тому же на районе всего видят когда он находит чтобы его видит когда он выходит из shadow blade и самое да как ты правильно заметил главное что он фармить то не может беззагонимо да то есть он должен просто ходить с веткой наяривать по крипам но он не может делать вынести 10 итемов для себя для телеспа тем что все фармит и в итоге выиграть игру потому что денег убивает сразу всех его тяжело будет убить под виспом даже имея вот столько дизейблов как к бестмастеру команды противника но этого не делает опять же разве должен он играть на кэре в таком случае ну да вот главный вопрос сегодняшнего дня почему я не фармит себе фарм айтемы но жизнь сложная штука реально резали он надеялся что реализовывать они будут при помощи гангов при этом мы видим то что у 4 клаверов очень большое количество цеплялова и в том случае если вы там приехали за гангали то вас скорее всего остановит полиция ну а видит он того же самого стусика или кого там угодно конечно сильный рейдж будет потом впоследствии очень хорошим айтем потому что это одна из причин по которой перестали пикать в профессиональной доте фантомку и бристлбека потому что их пассивка слишком хороши и бристлбек без спинки это не бристлбек как вы понимаете у него это просто бристалл без бэк и тем временем он снимает айгис queen of pain на лим под бхб ты паут хороший считал там практически не осталось у него жизни после палки тем временем секси бамбу а на топе дает primal roar на эру и подник рачами неужели керри герой сейчас погибнет лоу без виспа парень сейчас оказался и так получилось то что висп решил не тратить на него релокейт говорит ладно погибай камень ты нам не нужен далеко был и у него были свои проблемы я смотрел за ним он там бежал от троих кое-как на тизер и уехал ну да вот тут а релокейт то камон просто зажать релокейт вместе с тизом допустим в смысле конечно ты потом тизером не поможешь в таком случае но и то есть он спас себя не спас теника но виноват теник что туда полез это факт это факт конечно явно не ожидал то что секси бамбо вообще подумает о том что теоретически говоря возможно дать ему весь рассказ под не кратчами еще плюс забить несчастный камень но реально когда харлейнер убивает один в один керри команды противника это как-то смотрится не очень если мы сейчас посмотрим на net force эра это он находится на четвертом месте хотя буквально недавно находился на первом лим правда продолжает фармить эффективность его сомнительно потому что его команда просто не может создать ему плацдарм для адекватной атаки сэв постоянно там вот прижимает мекку отходит куда-то да пытается издалека подкайлить но он все еще имеется посмотрите вот есть один фраг один фраг три смерти и 5 ассистов да я понимаю что 5 ассистов это замечательно но один фраг для сф это конечно не очень смотрится круто как минимум маме потом показать нельзя дома и 4000 у нас перепарму 4 клеверов смотри на бедного клаферка в очередной раз нашли поймали обезвредили сбили причем даже как только да даже код пришел поддержать клока у меня пришел мяукать но не суть важно клок реально 42 секунды отправился в таверну не очень грамотно работаю здесь по своему возможно что же дизморально самом деле не пыжи сыграли только что против кого там они катали 5 янгцев да в 3 best of 3 серию полноценную подустрали что были разыграться ну вот на мой взгляд реально когда ты проигрываешь вот такие долгие серии и причем проигрываешь вот прям вот на вот эту нашу тютюльки не хватило что называется это очень тяжело морально и вы начинаете вот ну дизморалиться когда у вас начинает не получаться уже которую катку а предыдущие тоже не пы отдали печально совершенно и сейчас еще мы видим то что у эры не получается он не реализовал тот самый свой первый айтем хотя опять же что отличает и других игроков там на ум если вы посмотрите например замечательное видео под названием 50 оттенков ласта и то что собирал терна ланви на queen of pain от чего у вас то просто там сгорал просто по полное начало до конца хотя там но причина сгорания немножко была другая изначально но потом все катку его просто несло в хорошем смысле и что касается эры я всегда очень очень любил его айтем билды потому что он не мысли стереотипно в этом вопросе я всегда выделял его способность к этому к этой теме и всегда интересны айтем билды которые помогают его команде которые помогают максимально реализовать пик своей команды они конкретного героя и здесь что то быть наверное конечно немножко погорячился совсем погорячился то есть есть бисмастер который априори собирается тот самый не картери который видит тебя в шаду блэд это сюжет за контрил и это же не паблик тут ребята покупаются 3 но кроме непов прошли это не могли больше ставить это шагер их не убивал у чуря нормальный команды с адрике ставят это и шаду блэд не можешь реализовать просто потому что вот куда-то не пришел тебя там видят особенно если вы не доминируйте по игре потому что если минируйте врага денег может не быть а тут у них есть и варды и летающие курьеры вот эти вот от бисмастера погибает все таки в кого хорошо нашел диск локтер кенса спам начинает реализовать свой персонаж постепенно ли вот и руль дайкс эти ты между физгрид 1 нормальный данная проблема все еще в сноуболе я не очень понимаю все таки бэйна в нынешней мете он просто не нужен практически никогда много персонажей которые могут делать то же самое только еще более симпатичные без челлен спела праймал рор в ханске на ханске все еще пытается жить за счет мекки лимпа и буквально 3 секунды ему осталось для того чтобы от релокейтиться обратно тем временем к локтер погибает лимб хорошая ульта но дэмэджа не хватает того чтобы зафокусить саксу все-таки тос получает тусик хотя можно было по один раз ударить на самом-то деле там он уже практически весь мертвый был и не потеряли трех игроков за одного тусика там вот до этого еще убили вещдоктора пошли не драться просто потому что поняли что не будет палки против них и можно что-то попытаться сделать но мы видим что не получилось слушай а ученик аганимчик образовался неплохо вот и теперь понимаешь до 27 минут а ученик а есть аганимчик и что дубно круто же ну да с одной стороны хорошо а так он мог купить этой же самым аганим пусть и претерпевая немного минусе на 15 16 и сейчас бы у него был shadow blade кираса и начались бы начались бы криты уже потихоньку перскрестали чтобы начал и вот разница между первым домом вторым она именно выборе что бы до первым и там или аганима первым и там опять же я не не видел ни одной драки в которой бы ты что думает им хоть сколько-то помог поэтому возможно гоним помог им бы еще и в драках эти драки выигрывать может быть он и не мыслит стереотипно но сейчас это явно не на пользу его команде и ему самому что же великие тоже ошибаются что называется с тем временем и реки о своем г.м. и г.м. а закрывает коги снова причем тимпайт начинается именно с этого у нас без мастер мы видели в засаде все еще стоит бресталбэк фармит крипов ему плевать что произошло с тобой кстати не так много итомов но вот он как ты любишь в г.м. пошел саша яша бы широчек подключить кирасу сделать тоже будет очень больно я бы любил бы испаны без вага был бы частью скажу то есть но в результате я просто по полной я не только немного пик ему просто чем больше жира чем больше хп то что сильнейших тебя сейчас не бьет в игре это скучно в игре это просто вообще любые танковые атомы для танков что надо собирать мыл шторма на драгонайтах и начинать мочить людей ханскин тем временем с виспом тифу с тинник нам влетает с аксу который был уже в когах тут на самом деле можно было бы не релокейтить они бы и так его забрали мне кажется ну и двоих четыре клевера просто на ровном месте теряют причем видишь что есть здесь ханскин на релокейте пайкат в инвизи рядом свит получает на этмэр финс грипп и сейчас надо только раскастовать этого парня прям по жесткому эра начинает накидывать в лицо присталбэк упадает секунду секси бомбо дает праймал урор носилки и до дэмэджа посылки да никто не вносит тем временем папа решила выйти из своего инвиза эгэм получает найтмэр и его подкидывает тосиком вот это отдача просто фирменные отдача 4 клеверов вроде все логично вроде все адекватно происходит вроде бы карта пошла на лад а потом смотрите просто 5 тысяч 5 тысяч просто нахалял я вот график открыл вот я говорю график просто красотка нарисовали по экспе тоже в ноль вышли просто сейчас они заносит в сторону и это еще типа плюсик очень сумасшедшие там они просто перевернули в два раза можно сказать лоу стоило всего лишь собрать аганим ты что ты думаешь аганим сейчас нам решили что дать ему слова ничего в этой драке не дал то есть будьте него любой другой это вместо чтобы это мы дочь также подходи то что так же бы бил поэтому никакой раз я не вижу в то есть рейдж зафармит его бристалл бэка не будет спины понимаешь это будет типов ведь он не зафармай ты же понимаешь чё серьезно думаешь конечно сейчас начнёт собирать нормальный идем и типки раз вот идет за этим я верю я верю что это не хайперстон пожалуйста нет fuck you просто вот что я скажу он именно собирается чтобы это ради shadow blade но это вот не то игра в которую ему нужен просто из-за наличия без мастера у противников и в итоге он мог собрать допустим сэкономив денег дагер получил бы передок мобильности да это бы дало ему больше нежели shadow blade и мог бы не собирать его вообще у него сейчас уже была готовая кираса кто-то бы ему тут уж самая скорость бить бития с руки который дает шагу бы но еще и армора много его он теперь не пробивал бы так сильно без мастер и поскольку немного здоровья его бы vd например спалки тоже так быстро не убивал ну чтож парни из непов реально получили второй шанс очень-очень жесткий мы видим что уже перифарм составляет 4000 практически голды и практически экспириенция тоже 3000 на хавка влетает у нас парня секси бомбо то есть на собственно хавка с тревелов и еннессон спам все еще живет и его еще зря лайкей телевиз поддаст свою жизнь за своего же клакверка но тени даст и не сюда не подойдет среди неожиданно бы кончить он бы оттуда куда идет эра куда идет эра давай на 1 2 3 куда идет а вот идет лайк-лайк я понимаю да на этом что типа и вместе с вспомним его же убьют сейчас вот смотри его каска находит он уходит в shadow blade досты и до свидания эра мать моя женщина что это парни они отдали на второй шанс они отдали на второй шанс серьезно окей хорошо завтра у него тоже круто круто это позитивно реально хорошо что еще и рэнжевого не убил хорошо что у него в команде если вы что если бы не рим по ним давно проиграли смотри на 1731 голду можно было подать несчастного виспа и не парить себе мозг нет вы отдаете одного из топовых нетворсеров на карте второго он топового нетворсер на карте и хукшот от яна сэнс фама на саксо и физ грипп то даже очень мощный час уже финс грипп у бэйна второго левела приятно хорошо по полной прям высасывает всю жизнь силушку из тускара можешь конечно такие штуки не переживает тем временем ли все еще фармит да и вот казалось бы вроде бы бабочка и 2000 голды сверху на самом деле дофармит он себе сейчас сатаник у него тоже будет сильно за 2000 хп и его тоже будет тяжело убивать из-за того кого количество арморского количество хп с при помощи допустим физ урона то есть в д не будет пробивать палки при столбек долго будет пробивать бессмастер не так сильно будет напрягать и в итоге потихонечку твой это не вышли дотерпели стала стильнику сделать пару итомов тоже выйдет в тридцатку армора и начнется совсем веселье потому что в этот раз прайверов нету пример даза или медальки грейджные которые бы им очень пригодились в этой игре учитывая что у них там три героя чуть ли не полностью на офис уроне может даже больше саду свадьба фул физ урон да вы считаете спалки при столбек фул физ урон и бестмастер ульта маг а все остальное физ урон поэтому ты может быть ты можешь биться в 30 армора может биться там перф 15 цибири другие там они не парятся по этому поводу просто пытаются пробить напрямую этих всех героев в итоге теник все три физ резиста и сэфчик уже 63 физ резиста и вот эти 2 600 прощаются чуть ли не в 3000 хп ну и тем временем эра шадоу бой дом выходит на своих компонентов под синдром его виде да это это какой-то просто фитфест лютый оу красиво то как это просто какие-то это эффекты на лимпо сейчас как убить лимпа ведь лимпа за одну секунду потом как убить виспо сейчас за другую один их такой просто она на я на свободе со мной все будет хорошо я же не зафидел а лимп зафидел да окей 942 и две голды за одного эсфа сейчас еще за посчитаем 566 за виспо и давайте в своем графике таблицу посмотреть не умыть или он меня нет обошлось это просто это супер грязь то есть это не поф реально ожидаешь что-то другого но я уже говорил что парни у них даже копирок молодец а вот эра ходит и вообще какую-то ересь творит и в итоге погалдеет за него вот такие а до плейд надо реализовывать ты просто не понимаешь выходит выходить под центрячки и все делать грамм знаешь что вот это именно ему не принесли там на блюдечке этот бэдмэйл чтобы он ходил в нем то специально команда противника формануло и выложила тип наноси и он радостный такой теперь носится дается может быть может быть 4 клевера сами подфидонили что потом побольше куски сдирать с непов я не знаю то есть но просто парни отдают свои бараки да дают свои товара чё чё не напрячься то не взять уже и как-то логично не подумать о том что фиг с ним с виспом просто идете и убивает в смысле идете и фармите потому что потенциал фарм у теника и у эсфа если брать то что у них хороший контроль над картой топ стороны нету четырех ливеров да они сейчас могут в принципе адекватно драться у них все есть для того чтобы забрать рошана в чем проблема просто взять собраться пятером или хоть или фармить ходить по разным сторонам нет и не хочет сюда потому что что потому что здесь медом намазано даже не так у них есть три героя и два героя могут пролететь в драку если даже вот не нужно ничего делать если берешь три трех героев отправляешь пушить линию вы пока в это время теник фармит леса и аджетов и другую линию после чего когда вы кого-то находится теми тремя героями вы деретесь 5 в этого героя лета 5 2 5 3 ну сейчас сколько будет наши востока и деретесь и вас то вполне себе устраивает не в ответочку мы с то видим что они ходят по одному и просто умирает по одного бестмастера я не знаю то все он говорит у них суперсильный бестмастер я говорит пойду умру от него ну потому что тени на топе умирал помнишь когда защищал базу моя очередь вот теперь мы с вами в топе как же оружие сон можно убить в апу но хвейт висп только что фиданул поэтому нельзя ну там франтусик заход зашел тоже красавец но он кстати с вардами шел то есть этот парень еще поставил понять можно да то есть висп там делал тп может быть он тп хотел там купить а типа крутое место не знаю то есть в итоге вещь фраг фраг только только теперь одни видят вот так вот и немножечко вот здесь да вот варты не подачал забанят на твича за порнографию это их vision вот а вторые вот так вот поставили вард здесь поставили варку здесь поставили вард и ты видишь да вот какие они зоны видят то есть просто вся нижняя часть карты до вышек под контролем ребят из клеверов и поэтому они могут безболезненно фармить свой лес чужих своих хеджетов и при этом сзади противнику оформлять правильные ганги во вражеские леса убивать врагу а у сф это 4к эти скажу у него скорая скорая сейчас мальчик ну если без байбек то сатаник прям не очень не может пробить с топор с рецептом дорогие достаточно чтобы он не мог купить просто как ну я мид ривер у него есть ривер есть данный с это человек не хватает нажать пока и не скончится хотя охвейт клопата в инвизи но 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 хексана ханскина и в общем-то для хочет его выкинуть спасти не не это минус ханскин хорошо что хорошо что эра не остался просто стоять вот так вот и ждать когда же в конце концов его тоже заберут силки тем временем сплит пуш на топе жесткий парень там просто сэпчиков специальный крип на которого можно было или тизернуться или кинуть мне кажется что эра не понимать союзников тоже можно кидать вот он что вот здесь стопе тогда в испании кидал что вот здесь ни разу его не кинул во время драки что сейчас именно можно было подойти спасти ты знаешь даже какой-то там на шарфе без проблем бы это сделал и умирает также бэйна тире 3 5 не решили подраться суши но вообще типа жатко потому что нету там без мастера не знаешь что праймл рор был использован без мастера еще в бэйна прошу прощения и лимп тут начинает нашивать пайкаты три удара тот успевает блинка уйти и нужен какой-то контроль на пайката срочно нужна воланч который откатился у теника но у теника есть супер преимущество под названием инвизиторность которую мы только что сняли при помощи до 100 теперь ночью под мортал страйком двигается как инвалид сакса влетает центр сражения я не знаю зачем он это сделал только что но зачем-то он это сделал и погиб это что-то типа знаешь а я могу тебе по задницу ударить парень ладно хорошо в этом летел замечу что твоя мечта сбылась он таки апнул что что значит моя мечта мечта все еще мог собрать аганим и сейчас иметь вот то же самое и полтора слота сверху кто денег а ты про то что смысл тогда еще когда я хотел бы так него выйти ты либо выходишь просто в него сразу либо формишь после и там а который помогает верить антимах же не делает сначала манта а потом battle fury не делает поэтому теник обычно не собирает сначала человек потом аганим как я недоволен как я недоволен на самом деле конечно вот мы сидим сейчас уже сколько там 12 ночи я кстати не особо доволен и граммиром если что народ на мой взгляд там делать вообще не особо много чего можно это так пока офф-топ ссоре чуваки покуда тут все фармит вот но я был только правда на 2п дни с пресса и всеми делами не было там еще простых смертных людей которые будут стоять завтра там по три часа у входа но на мой взгляд что-то как-то маловато то есть я еще ни разу не был правда других игромирах может быть там еще было меньше но что-то как-то и не вдохновился а если конечно девушки голые все дела это всегда приятно но то есть не голые конечно я имею ввиду одеты в разные всякие вкусности но самое большое там по моему стенд варгейминга он уже который год самый там большой и еще имеются там этот пока я сучки а кстати завтра кто то там будет слушать когда вы чем как совсем рано будет приехать и часов в девять я тебе скажу то что они все равно очень поздно начали сегодня кс и типа нет оно понятно просто и что потому что команду как как команды вызвали там девяти восьми утра то есть и надо там в семь шесть выехать и при этом начнут играть сильно за обед то все еще затянется как обычно общем варианта в общем короче если что я думаю что принципе если завтра мне делать нечего быть я думаю что я приеду туда поэтому если кто-то будет заходить заходите может быть будет реально интересно может быть не будет вот кто его знает но у меня пропуск на все дни поэтому может быть зайду эра вылетает сильный рейджа очень больно пласть свифту снимает ему как раз таки спинку сейчас и вопрос только в том что хватит дэмэджа влетает все-таки хватило вчетвером анигилировали там бреста бэк тем временем по лимпу вносит практически весь проказ который имеется у четырех игрок он все еще живет поражал мекку прожал бкб убивает эгэма эгэм до свидания бреста бэк до свидания остается у нас без мастер который успел отсюда свалить и тусик которого скорее всего тоже перман сует мансует но нормально себя и до свидания тиммейта что-то какое-то начинается просто супер фейлинг от 4 клеверов но опять же хорошая инициация это на пито сто процентов без каких-либо сарказмов влетели хорошо теники с виспом с эльврейджа да и у нас миста миссис мисс минус при стал бэк что-то уж совсем я подлагиваю и 1900 голды для непов плюс 6398 дэмэджа они тут несли очень быстро вносит начинаю начинает носить дэмэдж и вот она виспотини релокейт хардкор команды на хайграунды когда у вас нету половины состава нечем бороться вот секси бамбо с праймл ром через 7 секунд выйдет и эра теперь остался один висп нему сейчас претизерится но пока что эра сносит бараки вместе с лимпом дэмджем более чем хватает да это минус еще и ботом бараки аваланч на секси бамбо тычка койл блин ты кстати не вышел в сатаник собрал сразу грейджи на себе криты и собственно счет этого в драке он там очень быстро убил бестмастер и смотри вообще раз неплохо нападает лютый конечно на самом деле дэмэдж и на брестал бэка тоже под под силе рейджем он закончил сейчас уже добавь но тычки конечно себе рейджи хорошие летят вкусно я таки кинул союзника секси бамбо да ты первый раз увидел 42 минуты пайкат пайкат летает соник в мне помню еще один раз было происходило лимпа тем временем получает валрус пачки с четвертого сражения с бкбшкой начинают там доминировать этот пайренс доминатор отжирается пайкат минус под физгриппом это трипл килл для лимпа и гг и тут у нас команд 4 клевер означает то что мы будем ждать и третий матч на сегодня да крутяк крутяк лимп молодец он забил на команду ходил форме сделал шмотки всех убил тени совсем не молодец ему дуэк и за эту игру остальные сойдет даже как пергам было сколько-то полезно там кстати нас все просили заглядывайте на статистику конкретно этого турнира и заметь что как верка там лучше винрейт на этом турнире 4 грн победу за твоя любимая любимая статистика 4 из 5 понимаешь как они это делают потом вторым шел тусик но после этой игры я думаю сколько ситуации изменится ну ладно дамы и господа мы направляемся с вами на маленькую паузу музыкальную и я думаю что буквально минут через пять мы начнем с вами смотреть последнюю карту этого замечательного матч и 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 Продолжение следует...